Отличная работа. Отличная работа, Славик. Пять тебе. Ставлю в дневник. Садись на место и смотри, там не балуйся с Алишером. За одной партой. Он тебя хорошему не научит. Я еще напишу ему в дневник. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Если бы вы видели, что в ТОПСе творится. Ноябрь месяц, солнце вовсю. У нас лето не уходит. Пусть так продолжается весь январь, декабрь. И, в общем, всю зиму. Я согласна. Прекрасная погода. У нас шикарное настроение. И мы готовы работать. И что мы сегодня слушаем? Сегодня мы слушаем Славу Мерлоу. С песней «Снова я напеваюсь». Слава Мерлоу – это, получается, битмейкер Моргенштерна. Ох ты! Он выпустил, да, свой дебютный альбом. А может, не дебютный. Но, в общем, свой альбом выпустил. И он сразу же взлетел на ТОП-чарты. Да что ты! Да. Угу. То есть работал с ним, с ним потом… Да. Ну, почему бы и нет? Многи так делают, кстати. Многи так делают. Снова я напеваюсь. Да. Ну-ну. Ну что, Слава, выходи к доске. Послушаем твое домашнее задание. Слушаем. А ты считаешь деньги в моем кошельке, и ты любишь только деньгами, я не совсем. И я вижу, как ты смотришь на этих людей, у кого есть своя яхта, тачка, бассейн. А я, что я, что я. Снова я напиваюсь. Снова говорю пока. Мы не совместимы. У меня пусто корма. Снова я напиваюсь. Снова говорю пока. Мы с тобой не будем никогда, никогда, никогда. Слушай, это все, что захочешь. Слушай, и можешь даже больше суммы. Проси любые суммы. Любишь? Надеюсь, меня не любишь. Я, 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 я давно все понял. Не нужен я. Нужны деньги, тачки, бойла. Будут деньги. Обещают, ты вернешь за. И я влюблюсь. Я влюблюсь в тебя по новой. Снова я напиваюсь. Снова говорю пока. Мы не совместимы. У меня пусто корма. Снова я напиваюсь. Снова говорю пока. Мы с тобой не будем никогда, никогда, никогда. Классно. Тут-то, тут-то, тут-то. Да бомба прям, слушай. Стоп, 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 стоп. Ты смотри, какие у нее голоса вообще. Во-первых, высокий голос, это молодой парень. Ну да. Парень. Потому что молодой голос. Высокий голос. Звонкий, сочный, оригинальный. Может быть, где-то вот какое-то сочетание с Марлинштерном есть. Ну, как сказать, где-то что-то все ноты как-то набивает. Потому что мы его-то слушали, а его нет. Слава нет. Слава. Молодец. Отлично. Отлично. Неси дневник. Мне очень понравился весь настрой. Мне очень понравилась сама музыка. Вот сама музыка, сама мелодия. Кто писал? Кто придумал мелодию? А, кстати, он же битмейкер, Марлинштерн. Соответственно, скорее всего, это он. Он написал. Вообще бомба. Бомба. Ну, просто бомба, понимаете? Там столько таких фишечек интересных. Там вот слушать и слушать. Вот на первый взгляд, я сейчас пока еще не могу вам сказать все конкретно. Вот если сейчас второй раз слушать и отмечать каждое место, там почти каждое место мне нравится. Ты понимаешь? Вот там столько всего наворочено. И не то, что сказать, что сложно наворочено. Нет. Легко это сделано. Легко спето. Да ты вообще ас. Просто ас. Вот смотри, ты первый раз послушала, получается. Ну, она хитовая, эта песня. Вот как ты думаешь, вот с первого прослушивания, почему она вот хитовая стала? Потому что легкая. Потому что чувствуешь. Ты когда слушаешь, ты чувствуешь, ему легко она, он легко это исполняет. Он исполняет это драйвово, понимаешь? И у тебя настроение поднимается. И ты даже уже, понимаете, как, может быть, в какой-то ситуации не так важны слова, а как вот само настроение. Эмоциональная подача этой песни. И она заряжает тебя. То есть эмоции от прослушивания переходят эмоцию ко мне. И потом, когда, конечно, ты начнёшь второй раз, третий раз это слушать, ты уже прислушиваешься к словам и понимаешь, о чём он поёт. Хотя там тоже очень прикольный смысл. Это прикольный, действительно. И я боюсь, что это думают так многие, у кого есть деньги. Понимаете как? Это как бы актуально для многих. Вот так я сказал. Поэтому тут всё сложено одно в одно. И музыкальная составная, и его подача, и его голосовые данные. Понимаешь? Всё в одном. Это высокое звучание. И такие прям есть высокие места. Там прям выскакивает на них на высокие ноты. Браво! То есть секрет успеха этой песни. В эмоциональной составляющей части. Понимаешь? Эмоциональной составляющей части. То есть что ещё тема очень понятная, доступная и понятная многим. Припев. Ну припев, что там? Припев он прям так, как кричит там что-то. Ну давайте я хочу вас... Хоть я же не могу так, я сразу прослушиваю вас слова. Знаешь? Когда первый раз поёшь, ты хочешь понять смысл, о чём он поёт. Первослушать. Да, когда слушаешь первый раз, поёшь и слова. Первослушаешь когда, да. Дай-ка прям хоть... Мне очень такое мнение, да? Сейчас припевок. Что я... Снова я напиваюсь. Снова говорю пока. Мы несовместимы. Ну понятно. Понятно. Ты имел в виду то, что... Начало он поёт округлённым, хорошим таким звуком. И прям... То есть как бы оперное пение. Понимаете? И тут вдруг при певе всё. Снова я напиваюсь. И открытый звук. Слова не помню. Слова я напиваюсь. Вы понимаете? Вот эта вот открытость звука. Не гортанная. Не вот здесь он держит. А он прямо его выплёскивает. И поэтому... То есть он уже напился. То есть... Как будто припев он уже напился. Ты видишь, здесь тоже, мне кажется, работает контраст. Вот куплет такой, а припёв вообще такой открытый. Ну да. Может быть на контрасте. И ещё там в припеве, если заметила... Я-то улыбаю, так не могу. И в припеве, если заметила, там ещё бит идёт, останавливается. Снова я напиваюсь. Останавливается. Там много таких очень эффектных остановок. И... Ну, продумано всё прям досконально. Короче, можно сказать, что сделано по всем канонам хита. Вот всё есть. Там этот человек разбирается в музыке. И во всех вот этих вот фишках он просто играет на наших чувствах. Вот играет, понимаешь? Он знает, где что стукнут, где кто гыкнут. Вот прям вот как вот... Как пианист построен в нашей души. Хочется ещё раз послушать. Понимаете, как интересно? Вот я послушала, и мне хочется ещё раз послушать. Я тоже послушала пару раз, потом ходила полдня. Снова я напиваюсь. Такие биты слушать, там такие переходы классные. Ну, в общем... Инструментал нелёгкий. И вот это окончание припёва, вот это крутое, да? Никогда, никогда. Да, это тоже классно, да. Цепляет. Да там много таких мест, которые прям думаешь, ух ты, как он, ух ты, как он, ух ты, как он. Прямо на протяжении всей песни вот такие есть моменты, когда ты прям удивляешься, удивляешься. Удивляет и удивляет своими выкрутасами там. И не только музыкальными, а и голосом, понимаете? Он что там, голосом вытворяет. Браво. Браво, мне очень понравилось. Прямо подняли мне настроение. Продолжай, продолжай. Смотри, какой у тебя потенциал. Шикарно просто. Молодец. Оригинальный тембр такой голоса. Высокий у тебя голос. Пой, дорогой, пой. Отличная работа. Отличная работа, Славик. Пять тебе. Ставлю в дневник. Садись на место. И смотри, там не балуйся с Алишером. За одной партой. Он тебя хорошему не научит. Я ещё напишу ему в дневник. Про его поведение. Мы тут видели, что он вытворяет в своих клипах. Я завтра у него спрашиваю. Домашистка. Ну, и переходим к второй части нашего ролика. Вторая часть – это рубрика «Реакция на ваши работы». Кто сегодня у нас в гостях? Григорий. Григорий Ночлом. Я с Волгограда. Мне 23 года. У меня умерла мама 18 лет. И мой отец жуть как пьёт. Какое горе вообще. И часто попадает в психиатрическую больницу. Я после смерти матери, поменяя квартиру на двухкомнатную, и начал жить со своей квартиранткой. Теперь она моя девушка. Ей 27 лет. Немного старше. Это не страшно. Мы с окраины Волгограда, и дома ремонта у нас нету. Машины нету. Я не работаю. Из-за безработицы в городе работает девушка. Кстати, её зовут Яна. Ну, так вкратце. Григорий. Вы знаете, что подумаете? Подумайте о сетевом. В сетевом есть деньги. Только надо работать. Самое главное, там свободное время. Нет начальников. Не надо никакого-то специального образования. Главное, чтобы ваше было желание. А вам это надо. У вас есть желание. У вас нет денег. Вы прям напишите мне. Напишите. Может быть, у вас и получится. Не у каждого получается. А треки я дома пишу. А, а треки я дома пишу. Когда работал, покупал на зарплату. Только оборудование. И поэтому у меня долг за квартиру. Мой золотой. Как это знакомо нам всем. Альбом писал целый год. Альбом даже у тебя. И там нет ни капли вранья. Всё чистая правда. И вообще я стараюсь жить максимально честно. Это очень, очень трудно. И трудно. Похвально, я хотел сказать. Это похвально. Это похвально. Мои треки – это то, что я видел, вижу, знаю, пережил, мечтаю. Ставлю цели. Слушай, да вообще прям тебе в команду мою надо. Вот такие люди, которые ставят цели и всё равно через трудности идут своим целям. Тебе нужно в мою команду. Я бы была бы рада. Пиши. Могу помочь просто. Мои дни повседневности во всех красках. Мой золотой. Ну давай. Готовы? Начинаем. Нарастание музыки. Возьми себя в руки. На лай нету времени просто. Лучшее, чтобы сбылось. Музыка счастье приносит. Мне нету поблизости гадостей. Нету полос чёрных. Я ценю твое мнение. Если ты, как и я, вовлечён, я подставлю плечо. Но только тому человеку, кто мне подставит своё. Я не забуду про тех, кто меня не забудет. Вот будет увидеть. Я не дурак и заметить могу. Зачем тебе надо быть ближе? Я знаю, на что дана жизнь. Есть много людей, кто поможет. Ты о многом со мной говорить можешь. Но личное лучше не трожь. Мою музыку любят люди. Лети по тем местам. Стиль, суть в текстах. Всё по-другому стало. Но я другим не стану. Но я другим не стану. Мою музыку любят люди. Лети по тем местам. Стиль, суть в текстах. Всё по-другому стало. Но я другим не стану. Но я другим не стану. Меньше мечта, если деньги решают не всё, тогда многое. Помни, я добрый. Рэп, как игра игрок. Выход на левел, как выход на доллары. У меня всё в руках, и я это понял. Эти текста под силу немногим. Как бы не хотел быть один. Я люблю людей, я не одинокий волк. Хоть и бывало в ссоре выл. Мама, прости меня. Я постигал ошибки по глупости, став от этого сильным. Теперь везение стало стимулом. И ползти не понадобится. Видимо, к цели я не напрасно шёл. Видимо, цель в моих руках. Мою музыку любят люди, лети по тем местам. Стиль, суть в текстах. Всё по-другому стало. Но я другим не стану. Но я другим не стану. Мою музыку любят люди, лети по тем местам. Стиль, суть в текстах. Всё по-другому стало. Но я другим не стал Гриша, ну смотри Ты хочешь, чтобы я сейчас разобрала твою музыку Дала советы публично Поэтому будь готов В общем, в общем, неплохо Интересный такой голос у тебя Ты можешь петь придыханием Ты можешь Наслаивать терцию Прям почти вся песня идет Наслоение двух голосов То есть ты наслаиваешь дорожки Получается, ты это тоже можешь хорошо У меня вопрос Ну к исполнению тоже там есть кое-где погрешности Я так понимаю, что ты не выравнивал Не выравнивался совсем Чистоту своего Чистоту своего интонирования О чем это говорит Есть где-то нечистые ноты Есть Я сейчас не могу тебе сейчас сказать Если нужно переслушать Я тебе скажу, где нечисто То есть не выравнивал, не вычищал Каждая Даже есть где-то Что делают все артисты Ну естественно Понимаешь, тоника есть чистая А терция нечистая И уже эта вот грязь, она слышна В определенных местах Не везде есть Очень красивый звук Я согласен Широкий Плывущий такой И на фоне вот этот контраст Мне тоже понравился Понимаешь, на фоне этого плывучести Тереться тягучести звука Четкое исполнение И еще тем более такое Звучание Многоголосное звучание Это классно получается Это звучит так Оригинально Очень понравились остановки И вот эти вот концовки Твои Там вот прям Эффект Эффект этот неплохой И вот это раскидывание По всем этим каналчикам разным Прям звук То ушел Пришел Пришел Прям это тоже Прикольно Задумка хорошая Оригинально исполнена Слова Пока У меня никаких претензий Нет к словам Ну там может быть Где-то определенные места Но это я не буду Придираться Скажи Ты как звукооператор Звукорежиссер Мне понравилась мелодия В припеве Мне музыка понравилась Широта Все классно Звучит классно Единственное Что чистоты В вокале нету Вот Если подвычистить все То есть Мне кажется Надо поработать Либо на чистоту пения Либо На тем Чтобы вычистить Вокал То есть Все по ноткам Надо расставить Программное Вот если бы Здесь было все Расставлено по ноткам Ну и Не было бы Это называется Ну на языке музыкантов Фальши Да Когда не попадаешь Чуть-чуть в нотку Вот Если бы здесь все было в нотках Все пение Все четко Но вообще на языке музыкантов Называется лажи Нет Это хороший трек Его почистить И он будет звучать классно Вот Значит Значит Чистишь ли ты Свой вокал Особенно Когда идет Многоголосие Какой пользуешься Программой Если Нужны советы Обращайся И Вообще Мы Собираемся Делать школу По Определенной Программе Может быть Даже тебе И Хорошо бы Это пройти Именно Как пользоваться Одной из программ Которая Что делает Чистит вокал Чистит вокал И не только чистит вокал А сводит все дорожки И все-все Сведение полностью Полное сведение Зацепила микрофон Григорий Ты молодец Ты молодец Ты не унываешь Ты продолжаешь Заниматься Любимым делом Как мы тебя понимаем Что вот это вот Безденежье И это Состояние без работы А творчеством Хочется заниматься Это похвально Но это очень трудно Это очень трудно Ты встал На стезю В общем Трудную Понимаешь Вот это трудная дорога И Добиваются Результаты Самые настырные Самые Упертые А у тебя пока Пока у тебя нет детей У тебя Это есть возможность Понимаешь Когда пойдут дети Будут труднее Надеемся Что у нас Если была критика Что она пойдет на пользу Конечно Критика была не во имя критики А во имя того Чтобы у тебя получилась В следующий раз Совершенно верно Ну а мы заканчиваем На сегодня Пишите ребят Мы читаем ваши комментарии И мы видим Ваши заявки И будем пытаться Их исполнять Всем пока Будьте с нами Подписывайтесь Ставьте лайки Ну вы сами Знаете что нужно Отделать Все счастливо Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Любовь Любовь да ушла Гори Гори я став Мой костер Но бы не погасла Любовь да ушла Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok